Всем привет! В этом видео мы познакомимся с формами для ввода данных в Excel, которые создаются за доли секунд и не требуют абсолютно никаких знаний программирования VBA. Итак, предположим, у нас есть рабочий лист, в котором мы вручную записываем определенные данные. Пусть это в качестве примера будет вот такой список принятых заказов на поставку определенных товаров. Так вот, первый вариант внесения данных в подобную таблицу заключается в том, что значение строк вручную пошагово вносится для каждого столбца. В случае этой маленькой таблички все очень просто. Переходим на следующую строку, заполняем ее и так далее. Более проблематичным такой подход для заполнения таблицы может оказаться в случае работы с широкими таблицами наподобие вот этой. При ее заполнении постоянно приходится перемещаться горизонтально по рабочему листу для проработки каждого столбца таблицы. Для решения подобной проблемы могут быть использованы формы для введения данных. Формы могут быть индивидуализированными и подстроенными по цели каждой отдельной таблицы. В таком случае нужно владеть знаниями VBA и уметь программировать пользовательские формы UserForms. И второй вариант – это вот такие автоматические формы Excel, которые сами подстраиваются под таблицу. Как раз вот с этим вторым вариантом мы и познакомимся в сегодняшнем видео. Давайте разберемся, как эти формы можно вызывать и как с ними работать. Рассматривать опять-таки будем на примере той самой маленькой таблички. Итак, во-первых, нам нужно перевести таблицу, в которую мы вносим данные, в формат умной таблицы. Делается это очень просто. Выбираем одну из ячеек в рамках нужной таблицы, используем комбинацию клавиш Ctrl-T, здесь должна стоять галочка и нажимаем на ОК. Если вот такое автоматическое форматирование таблицы вам не нравится, то отключить его можно во вкладке «Конструктор таблиц». Просто вот здесь нужно выбрать первый стиль. Я все-таки предпочитаю автоматический вариант форматирования умных таблиц и поэтому оставлю его. Итак, умная таблица подготовлена и в принципе все готово для того, чтобы открыть форму ввода данных. При этом, однако, в последних версиях Excel кнопка вызова формы была убрана с ленты команд, поэтому для сегодняшнего видео нам нужно ее куда-то добавить. Пожалуй, наиболее простым и доступным вариантом является добавление кнопки вызова формы на панель быстрого доступа. Для этого щелкаем по данной стрелке и затем нажимаем на другие команды. В открывшемся окне, вот в этом выпадающем списке, выбираем опцию «Команды не на ленте» и ищем в списке ниже команду «Форма». Вот она. Дважды щелкаем по ней. Вот, видимо, она успешно была добавлена, так что теперь подтверждаем изменения нажатием на «Ок». Кнопка для вызова формы была успешно добавлена. Что ж, давайте откроем ее. Для этого выбираем одну из ячеек умной таблицы и нажимаем на только что добавленную кнопку в панели быстрого доступа. Сразу же у нас выводится форма ввода данных, которая имеет поля, соответствующие столбцам указанной таблицы. Вот так быстро и легко эта форма ввода вызывается для любой умной таблицы. Для этого требуемую умную таблицу просто нужно предварительно выбрать, как мы это, собственно, и сделали. При этом, если мы попробуем вызвать форму, не указав предварительно заполняемую таблицу, то будет выводиться следующая ошибка. Отлично. Ну и давайте разберемся, что подобные быстрые формы в принципе умеют делать. Выбираю таблицу, щелкаю по кнопке вызова формы, и для начала нам выводятся данные, уже имеющиеся в таблице строки. Для того, чтобы внести новую строку, щелкаем по кнопке «Добавить». Вот Excel показывает, что сейчас будем вводить новую строку, и теперь в поля для каждого столбца вносим данные следующей записи. Данные мы вписали, и чтобы их теперь внести в таблицу, просто нажимаем на Enter. Таблица расширяется еще одной записью, и мы можем продолжать работу с формой ввода, которая была автоматически очищена для внесения данных следующей строки. Опять-таки вносим данные, Enter, и еще одна строка успешно добавлена. И так далее. Окей. Это получается первый функционал подобных форм – введение новых строк. Вторым функционалом является поиск и изменение уже существующих строк таблицы. Для этого нажимаем по кнопке «Критерии». Как видим, форма переключилась во второй режим работы, и скажем, например, что нам теперь нужны лишь строки со статусом «Заказа завершено». Enter у нас сейчас был применен введенный критерий, и поэтому если мы теперь будем нажимать на кнопки «Назад и далее», у нас будет происходить проход лишь по тем записям таблицы, у которых в столбце «Статус заказа» внесено значение «Завершено». При этом выводимые здесь данные, как и было сказано, можно изменять. Вот, выберу, например, первый заказ и изменю количество на 100. Нажимаю на Enter, и данные сразу соответствующим образом изменились в таблице. Кроме того, в критериях также можно использовать подстановочные знаки и логические операторы. Посмотрим. Снова нажимаю на критерии, и в этот раз, например, попрошу вывести лишь те строки, количество в которых больше 50. Enter. И теперь кнопки «Назад и далее» прыгают лишь по первой, второй и четвертой записям. Ну и последнее замечание. Подобные быстрые формы Excel также учитывают и правила проверки данных в умных таблицах. То есть вот в качестве примера выбираю целиком данные столбца «Количество», и во вкладке «Данные» щелкаю по кнопке «Проверка данных». Правила настроим следующее. Тип данных «Целое число», «Больше» и указываем «Больше 50». То есть говорим таким образом, что минимальный объем заказа составляет 50 единиц товара. Ну и также напишем пользовательское сообщение об ошибке для тех случаев, когда пользователь будет вводить неверное значение. Минимальное количество для заказа – 50 единиц. Окей. Открываем теперь форму и попробуем внести новую запись с количеством 20. Enter. И у нас выводится сообщение об ошибке, а попытка ввода этих данных отменяется. Что ж, вот такой простой инструмент на сегодня, который в некоторых ситуациях может быть полезен. Например, как мы видели в случае работы с широкими таблицами. Конечно, видно, что эта автоматическая форма ввода данных больше в Excel не развивается. Поэтому она была убрана с ленты, и функционал у неё крайне базовый. Лично я поэтому ей пользоваться не стал бы, и всё-таки решал бы свои задачи с помощью пользовательских форм VBA. Тем не менее, для общей эрудиционных целей и об этом инструменте в Excel следует знать. При этом, сегодняшнее видео сыграло просто крайне важную роль в определении темы для следующего видео. Оно подтолкнуло меня на идею снять видео о современной возможности сбора данных множества респондентов в Excel в онлайн формате. Именно этому я и хочу посвятить одно из следующих видео. Если эта тема вас уже заинтриговала, то ставьте лайк. Так я увижу интерес аудитории и ещё быстрее приступлю к созданию этого видео. В остальном же хорошего дня и до новых встреч. Пока.